Что такое положение? Если вы сюда попали, значит вы читали наш телеграм-канал, значит вы видели там официальное объяснение. Генеральный план, то есть мы можем писать сколько угодно, но все это носит рекомендательный характер. Да, никто не знает, что такое функциональное. Можете ли вы в жилой зоне разместить маленький атомный реактор? Это процентов 95 вопросов, на которые здесь пытались. Такие ответы, ответы имеют. Я Юрий Штрохачев, являюсь директором Южного градостроительного центра. Это проектная организация, которая находится в Ростове-на-Дону. И мы являемся основными соорганизаторами этого мероприятия, совместно с объединением городских планировщиков. И можно попросить презентацию? Я рад вас приветствовать здесь, на этом мероприятии. Пользуясь случаем... А, хорошо, тогда мы чуть-чуть позже к этому перейдем. Рад приветствовать вас на этом мероприятии. Мы начали, собственно говоря, уже вчера. Все, кто подписаны на телеграм-канал, могут это все увидеть. И со вчерашнего дня у нас уже началась работа, была экскурсия замечательная. Была встреча спикеров в культурном пространстве Циферблат. А сегодня мы перейдем уже к нашей постоянной работе. Итак, мы располагаемся в Ростове-на-Дону, занимаемся разработкой для строительной документации современной. И в этом году... Пожалуйста, дальше. Да, это вот немножко про нас, насколько мы давно работаем дальше. И в этом году нам исполняется 20 лет. И мы решили, что, в общем-то, свой юбилей можно отметить не обязательно какими-то бурными мероприятиями с активными танцами и прочим, а можно отметить его с помощью такого замечательного мероприятия, которое когда-то проводилось 5 лет назад в другом городе нашей страны, в Связлогорске, и называлось «Урбанистический плыжник». Дальше, пожалуйста. И мы предложили перенести и провести второй урбанистический плыжник в Ростове-на-Дону. Что такое плыжник? Если вы сюда попали, значит, вы читали наш телеграм-канал, значит, вы видели там официальное объяснение. Плэжинг — это работа, это мероприятие, которое направлено на профессиональное общение, но профессиональное общение в своем удовольствии. Слово «плэжа» от английского «плэжа удовольствия». И мы хотели бы именно ради нашего удовольствия провести это общение. Оно изначально задумывалось как альтернатива таким традиционным научно-практическим конференциям, на которых 7 минут на доклад, 30 секунд на вопросы, и побежали дальше, потому что уже следующий выступающий, и там еще больше прыг, и вперед, и давайте не будем долго тратить время на общение. Здесь нет, наоборот, другой темп, другие инструменты общения. И сегодня мы, в общем-то, как раз-таки в самом таком классическом варианте собираемся, да, в виде таких четырех секций традиционных, но с небольшим относительно количеством выступающих. Чуть-чуть позже мы каждую секцию, собственно, каждый модератор будет представлять. Ну, а мы, дальше, пожалуйста, мы собрали это мероприятие. Вот здесь, к сожалению, что у вас цветопередача на проекторе, но я думаю, что вы сможете прочитать название тех городов, которые откликнулись. 21 город, 14 регионов нашей страны. Дальше, пожалуйста. И вот здесь состав участников 79 участников, подтвердивших свою регистрацию, 25 наших гостей из других городов, ну и, соответственно, оставшаяся часть, то есть две трети, это ростовчане. И здесь, как раз-таки, все распределилось. Вот, вы видите, у нас больше четверти – это архитекторы, проектировщики, общественники. Зеленый такой сектор – это государственные муниципальные служащие, 13 человек, ну и другие, какие были, наших участников взяли на себя такое разделение, и которые, как раз-таки, которые зарегистрировались на плэшник. Дальше, пожалуйста. Мы подготовили для вас карту, которую вы получили при регистрации, при входе сюда, в этот зал. И здесь основные наши мероприятия. Сегодня мы работаем на Соборном 22, в Порт-галерее Ростов. Вчера мы были на циферблате, но это уже вчера, уже все прошло. А завтра нас ожидает экскурсия в город Новошаркинск. Это такое направление, которое многими ростовчанами воспринимается с каким-то некоторой такой осторожностью. Но мы осторожность в плане того, что там смотреть. Мне там очень много, что интересно смотреть. Очень много, что интересно смотреть для градостроителя, поскольку мы весь этот день завтрашний отводим под одну из базовых тем, которые нами выбраны для этого мероприятия. Это тема городского сжатия. То есть тема потери городами, населения при стабильной площади сохраняющейся. И Новошаркинский выбран нами как один из таких позитивных примеров, который, несмотря на все негативные явления в застройке, в коммунальной сфере и прочем, тем не менее, относительно успешно преодолевает весь негатив и занимается активно диверсификацией экономики и прочим. Ну, это будет завтра. Экскурсия по предварительной регистрации пройдет отправление, место отправления в Рашиловский 101. Оттуда нас повезет автобус. И на постзавтрашний день мы предлагаем вам посетить город Таганрог. Один из самых таких красивых городов Ростовской агломерации, исторический город. Экскурсия у нас уже планируется самостоятельно. Каждый сам покупает билет, но мы организованно едем на электричке. И там у нас ждет очень увлекательная экскурсия по музею градостроительства и быта. Потом директор музея нам проведет экскурсию по самому городу. И после 5 часов вечера мы уже будем самостоятельно выбираться, кто хочет, может задержаться, кто хочет, может и ехать в Ростов. И это будет у нас уже в субботу, 27 апреля. Тоже приглашаем вас принять в этом участие. И надеемся, что вы открыты здесь на наше приглашение. И мы все замечательно проведем там время. Вот, собственно говоря, основные слова, которые хотелось бы сказать. И, конечно, невозможно не поблагодарить здесь арт-галерею Ростов за то, что приютили нас, спустили в свои стены. Вы видите здесь выставку. Это выставка ростовского художника Алексея Кассеты, которая проходит здесь одновременно. Вы можете ознакомиться с ней материалом, потому что у Марии все есть. Вы можете с ней побеседовать и о художнике, и о его творчестве. Спасибо большое, Галерея Ростов, за предоставленное место. Ну, а мне бы хотелось закончить девизом «Plan and Pleasure». Раз уж мы пришли на англицизмы, давайте до конца будем с ними планировать и получать удовольствие. И я хотел бы предоставить слово Александру Антонову, который является экспертом Союза архитекторов по градостроительству, территориальному планированию. И благодаря стараниям которого состоялся, во-первых, он сам выдумал это слово «Плажник» и сам провел, собственно говоря, первое мероприятие. И благодаря стараниям которого, конечно, не состоялась бы и сегодняшняя наша встреча, потому что значительная доля работы по рекламе, по распространению информации, по привлечению гостей, она лежала на Александре. Александр, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Друзья, все, слово «коллеги» я не использую, да, мы все друзья. Идея простая. Мы отдыхаем, мы половину времени тратим на то, что называется по-английски нетворкинг, есть какие-то, конечно, сообщения. Наша основная задача – познакомиться, обсудить проблемы, которые мы, может быть, не можем обсудить на официальных мероприятиях и отдохнуть. Отдыхать мы уже начали, работать мы вчера тоже начали. Сегодня у нас, может быть, самая зарегулированная такая, самая официальная часть. Я очень рад, что все, да практически все гости подъехали, правда, вот еще двух человек наших гостей я не вижу. Но ладно, главное, приехали все, кто не успел вчера приехать к знакомству, да. И я, значит, попрошу тех, кого вчера у нас не было на очень знакомстве, да, когда будете сюда выходить, если так уж получится, что будете выходить, коротко придется представиться, ну, рассказать о себе. Вот, потому что, я думаю, одна из наших главных задач – это познакомиться и потом, ну, будем как-то общаться и продолжать эту историю двигать вместе. Смотрите, наверное, да, я не буду много говорить, наверное, дадим уже старт, да, и, наверное, нет, пока наш модератор первый занят. Да, да, что я еще хотел бы сказать. У нас действительно приехало так получилось, что приехали представители крупных городов. Поэтому, я думаю, Ростов будет интересно услышать представителей Воронежа, Краснодара, Волгограда, Екатеринбурга, Омска. Из городов чуть поменьше у нас Тверь, Калининград, Новороссийск, ну, и еще несколько городов, да. Ну, вот интересно, что собралось несколько миллионников, все сегодня здесь что-то расскажут, да, кто-то расскажет в теме, посвященной генеральным планам, кто-то расскажет в теме, посвященной комплексному развитию территории, кто-то, безусловно, кого-то мы попросим рассказать про зеленый каркас, и когда дело дойдет до ростовской сессии, я очень надеюсь, что наши гости активно-активно поучаствуют в обсуждении ростовских проблем, потому что это одна из идей Воронежа, что приглашенные гости, в общем, должны тоже, ну, посвятить... Я среди городов-миллионников, как всегда, забыл Санкт-Петербург, прошу прощения. Одна из основных задач, это чтобы мы немножко прикоснулись к местным проблемам. Ну, понятно, что местные проблемы города Светлогорска и местные проблемы города Ростова-на-Дону вроде как разные, да, но на самом деле не очень, потому что оба города стоят у воды, очень серьезное отношение, вопрос к отношению к воде, и город Светлогорска, он отличается тем, что там все проблемы, они по цене очень серьезные, то есть они по цене уровня московских, то есть они, может быть, маленькие, но очень дорогие. Вот, мы, то есть Светлогорске, как раз обсуждали, стоит ли закатывать в бетон пляж, но обсуждать там было сложно, потому что его весь закатали уже в бетон. Вот, да, еще одна вещь, я хотел бы обязательно сказать сейчас, которую я, к сожалению, послушал часть, но ты, Александр Альфатович, не сказал. Вот, в Светлогорске у нас участвовал Александр Альфатович Водяник, в бетонинге, вот, к сожалению, он от нас ушел, в этом году три года, и одной из обязательных секций, которую сегодня вы услышите, ее будет интервьюировать Юна Шумалова из Краснодара, это секция, посвященная зеленым каркасам, которым мы, конечно, хотим посвятить память Александра Альфатовича Водяника, и на которую записалось больше всего, больше всего интересующихся, да, желающих выступить, в том числе и за срок. Ну да, так что... Да, еще что хотел бы сказать. У нас нет трансляции, да, сегодня мы все привыкли за последние четыре года, что все у нас в интернете транслировалось. У нас нет трансляции, это не то чтобы принципиальное решение, но тоже, как придумано для общего общения. Тем не менее, у нас идет запись, но сразу хочу сказать, что сегодня вот, ну, как по Плэжнингам, интересуются не только те, кто здесь собрались, но и интересуются те, кто остались сейчас, если в Москве. Возможно, вы читаете, есть такой сетевой журнал «Кто твой город». Если кто-то не слышал, посмотрите, это один из лучших, одно из лучших сетевых изданий по вопросам городского планирования. И он ведет Лена Верещанина из... Уже теперь московского, но раньше он был подмосковный город Троицк, Наукоград. Вот, Лена попросила меня, ну, как бы, может, мы из записи сделаем серию каких-то статей, но все статии, все ваши цитаты будут с вами обсуждаться. Ничего у нас просто так. То есть я бы хотел, чтобы мы чувствовали себя свободно в обсуждении. Я понимаю, что у нас есть, ну, люди все-таки официально занимающие какие-то должности, и если вот здесь есть пресса, все-таки я бы просил, во-первых, если вы что-то услышали, обязательно подойти к человеку и уточнить, так ли вы поняли человека, да, потому что, к сожалению, у нас пресса, ну, часто не так понимает. Мы вот здесь сидим, и, условно говоря, вчера, позавчера появились некоторые новости по Калининграду, да, вот я обсуждаю с Петровым эти новости по Калининграду, выясняется, что все не совсем так, как написано в прессе, да, а чаще и совсем не так. Просто хотелось бы представителям прессы попросить очень внимательно к этому относиться. У меня тоже была своя история, когда блогер с заднего ряда меня послушал, назвал меня заместителем директора, и в блог что-то такое запихнул, и главный архитектор института, заместитель директора, с утра в 8 часов была поднята по звонку из какого-то там политического управления администрации Московской области, вызвана на ковер за то, что она сказала. Она не знала, что это такое. А у меня телефон выключен до 12 часов дня. Я в 12 часов дня приехал в институт, а я как бы уже на увольнении стою. Вот. Потом люди послушали, что я сказал, что-то совсем не совпадает с той презентацией. Я распечатал презентацию, показал. Директор читает, что-то совсем не совпадает с тем, что он написал блогер. Но была очень интересная ситуация, когда я думал, что к вечеру все с вещами на выход. Вот такая история с блогерами. Очень хотелось бы, чтобы... То есть хотелось бы, чтобы мы с вами свободно здесь чувствовали себя при разговоре. Я надеюсь, и по ростовским вопросам будет критический разговор. И очень хорошо, что, собственно, общественность... Да, давайте все, я долго могу говорить. Давайте начнем работать. Давайте, Петр, я сразу передам микрофон. Вернее, микрофон я положу вот сюда. А место модератора, оно у стационарного микрофона. Да, ну и пожелаю нам, как всегда, плодотворной работы и жаркой дискуссии. Не только. Вернее, наверное, к нам. Добрый день. Ну, представлюсь. Это Петр Черменко, Калининград, Центр кадастровой оценки и мониторинговой движимости, заместитель директора по территориальному планету. Ну, поскольку не совсем стандартный у нас формат общения, я позволю себе сидя присутствовать в прославленном объявлении. И вас что-то может вызывать. Это завучи с вами. Это действительно такое общение в свое удовольствие, но с решением достаточно важных вопросов. Наше направление, с чем мы начнем, это генеральный план. То, что я думаю по ситуации нынешней с генеральными планами, я уже в манифесте модератора описал, в двух словах еще раз в том, что это дело. На следующий день, на мой взгляд, генеральный план перестал беденантом стратегическим. На это есть масса разных причин. Во-первых, это сложности в долгозрочном социально-экономическом планировании, как в социальном, как в демографии, так и так далее, так и с экономикой. Трудно сейчас заглянуть на 20 лет вперед и определить, что там будет. 44-й федеральный закон, по которому разрабатывается основная часть практически всей генеральной планы, он, к сожалению, работает на снижение качества этого документа, потому что в приоритете по 44-му ФСЗ это сроки и стоимость, стоимость не основная. сроки и стоимость производства генеральных планов в основной массе снизились до критического уровня. Дальше существующий 10-й приказ менструю, по которому фактически оценивается качество генерального плана. То есть если у вас в документе картинка соответствует условному обозначению 10-го приказа, атрибучка объекта соответствует 10-му приказу, ну, в хорошей мере. Значит, дальше в связи с этой ситуацией, когда ген-тлан перестал быть документом стратегическим, возникает ряд вопросов. У нас генеральный план сейчас превратился в Калининградской области по нашей практике и дело то, что я видел по Российской Федерации, он все равно остался документом планирования, но документ планирования таким, локальным. То есть назначение территории меняется в зависимости от требований, пожеланий лица в группе определенных. И возникает вопрос у меня здесь, как у разработчика этого документа, стоит ли или не стоит возвращаться к стратегии в генеральном плане. Может быть, мы на самом деле уже не работаем с этим документом стратегическим, мы сейчас в новой реальности, потому что отказать заявителю изменения назначения на территории это тоже было бы неправильно, потому что есть инвестор, он появляется, он говорит, у меня есть несколько 50-х гектаров, я хочу использовать так-то так-ли-так. Об этом мы вчера еще не знали, мы вносим это изменение в генеральный план, он получает возможность использовать территорию по своему желанию, по своему назначению, по тем возможностям, которые у меня есть, но это влечет за собой изменения же еще в инфраструктуре, те изменения, которые мы тоже используем. Может быть, так оно и правильно, потому что отказать, значит, приостановить вот эту часть развития социально-экономического развития и муниципального образования. Или в какой-то степени сомневанить стратегию. Вот это вот вопросы, о которых мы сегодня будем говорить. Как это все компенсируется? Вот то, о чем я говорил, частично через какие-то дополнительные инструменты, частично то, о чем мы обсуждали вчера по дублированию, по дублированию документов, допустим, функционального зонирования, одно делается в соответствии с 10-м приказом, другое в соответствии с реальными потребностями, два документа параллельно существуют. Либо через мастер-планирование каким-то образом, определенные вопросы решаются в мастер-планировании и потом переходят на генеральный план, либо еще по каким-то инструментам. Вот об опыте своей работы в составлении документов территориального планирования поговорим. Расскажут сначала представители из Умска, это начальник из-за Натальи Старченко и Крана-Антоненского Омский град. Потом после них Хавер Скачков из Екатеринбурга по своему опции. А дальше мы перейдем просто к обсуждению. В дискуссии, где каждый сможет высказать свое мнение, мнение может быть другое, или просто мнение, или там политика какая-то с теми, кто уже высказал свое мнение. То есть предлагаю в таком формате все провести, это такой традиционный формат планирования, который заработает все планирование, это свободная дискуссия. Поэтому доклады, формальные доклады, они такие непродолжительные, до 10 минут мы должны уложиться с первыми и вторыми докладами, но с одним 10 минут уже будем объяснять. И потом свободная дискуссия, единственное, что время свободной дискуссии я бы ограничил 5 минутами максимум. Поэтому если хотите что-то сказать, попробуйте уложиться на этот суд. Останется свободное время, одного человека. Останется свободное время, повторим обсуждение вопросов, или углубимся больше в эту тему. Как-то старайтесь свое мнение формулировать на короче чуть-чуть по возможности. Все. С обступительным условием все. Я предоставляю слово нашему установлено. Всем здравствуйте. Мы из Омска, из Омска, это Баград, тоже город Палеоник. У нас немного больше успехов метро, чем Ростова. за 40 лет нам удалось построить одну станцию и она закрыта. Микрофон говори. Хорошо, спасибо. В общем, работа на Омском началась еще в 16-м году с разработки мастер-плана. Было приятно. Мастер-план разрабатывался по инициативе городских сообществ и включал в себя масштабные социологические исследования. По результатам исследования были определены границы манипулярных районов, а также основные ценности, выявленные у горожан. Мастер-план показал разногласия на текущего направления развития города и мнение его жителей. Дальше работа продолжилась уже в 19-м году в составе комплексного проекта наша компания начала разработку генерального плана концепции пространственного развития и правил землепользования и застройки. Генеральным планом было решено сохранить сложившуюся поселковую систему расселения, а также укрепить центры, находящиеся в бывших поселках, из которых в итоге сложился омысл всю и связать их единой системой общественных пространств и зеленым каркасом. жилую жилье было предложено развивать следующими методами. то есть были предложены несколько вариантов развития жилья и подходов, то есть жилье развивалось на неразграниченных территориях, динамировалось и были определены места участки под комплексное развитие жилой инфраструктуры. В результате всех мероприятий в Омске удалось заложить 12 миллионов квадратных метров жилья, что достаточно было бы не только на миллион двести жителей, которые закладывались на расчетный срок, а также и покрывали бы потребности в развитии на миллион триста человек. в соответствии с этой мощностью были заложены объекты социальной инфраструктуры. Транспортный каркас раздевался следующим образом. Было принято решение разграничить транспортное движение грузовых и обычного грузового и обычного транспорта были предложены варианты обхода, а также было проведено математическое моделирование, в результате которого удалось сократить количество развязок, предложенных предыдущим генеральным планом, на 45 штук, что существенно позволит сэкономить денег. По результатам концепции пространственного развития уже легла в макрозонировании и в политике преобразования и после уже их согласования это все легло в основу генерального плана. Дальше я передаю слово человеку, который внес генеральный план с 19 года. Мы разрабатывая генеральный план, живя в самом городе и работая со своим городом, смогли вложить на его все эти важные стратегические смыслы, которые считают первоочередливыми в планировании развития территории, тем более на 20 лет городом. Что произошло дальше? Вот у нас появился наш классный генеральный план. Мы понимали, что чтобы он мог иметь шансы на реализацию, нужно, чтобы был человек, который понимает, о чем генеральный план его развивает. И поэтому вместе с генеральным планом в администрацию города перешила я сама, чтобы продвигать документы. Что из этого вышло? Первое, то функциональное изолирование, которое мы заложили, и общественные центры, которые должны развиваться в каждом из районов города. Смотрите, заложить там мы их заложили, определили, что здесь у нас будет общественная функция первоочередная на какой-то из территории, но при этом эти участки находятся, мы сами понимаем, в основном в частной собственности. Каким образом убедить частников в том, что он здесь должен в первую очередь общественную функцию предусматривать? Разумеется, только создавая определенные условия. В ПЗЗ заложили показатели удобные, но все равно даже это не позволило нам стимулировать достаточное количество развития общественных пространств. И собственники на 18 интер, допустим, планируют свое развитие в первую очередь. Это жилье. И точно так же остаются какие-то наши потребности в развитии функций общественных за бортом, если эта территория частная. Генеральный план, к сожалению, не может повлиять, у нас не получилось на эту ситуацию. Следующее, что очень важно сказать, про развитие зеленого каркаса. Сегодня этот вопрос очень многих волнует. Мы со своей стороны в генеральном плане заложили все объекты крупные, которые формируют зеленый каркас как объекты местного значения. Десятый прекрасно позволяет это делать. В классификаторе у нас есть общественное пространство и объекты, обозначенные как общественное пространство. При планировании развития города это очень помогает. На сегодняшний день для части территории уже разрабатываются проектные решения. Уже определено, что где-то вот здесь, например, парк 300-летия это зеленое ядро в левом бережне, где предполагается, что это будет отдыхать все жители. Уже разработана концепция и сейчас изыскиваются средства на ее реализацию. На что хотелось бы обратить внимание? Вот если, допустим, у нас функциональной зоны есть объекты местного значения, мы как проектировщики предполагали, что вот она зона и вот у нас элемент планировочной структуры и вот он в ней объект. Ставим точку так, графических материалов мы могли видеть этот объект. Как воспринимать при реализации реалисты и согласовывать нам дальнейшее проект планировки, допустим, либо уже концепцию развития территории. А у вас же тут вот точка стоит вот здесь, вот в правом углу верхнем и координаты у нее такие, значит, у вас этот объект должен появиться именно в этой точке, что мы понимаем, как градостроитель и действительности совершенно не соответствует. Но убедить юридический сектор в том, что это так достаточно сложно. И поэтому появляются коллизии. Нам говорят, что ага, у вас объект вот здесь и не здесь, а объект вот там и не там. Это одна из преград, получается, для развития, с которой приходится достаточно сложно бороться. Следующее. Вот, например, территория, которая 165 гектар, новый жилой микрорайон, в генеральном плане обозначен единой функциональной зоной. Мы понимаем, что разрабатывая генеральный план, закладывая такую крупную функциональную зону, мы не можем просчитать и заложить, каким образом у нас будет развиваться местная уличная дорожная сеть. Однако, мы должны эти объекты местного значения все утвердить в генеральном плане, и должны попасть в положение территориального планирования. При проекте генерального плана в положение территориального планирования была внесена только магистральная уличная дорожная сеть. А дальше уже при планировании развития, когда мы делаем проект планировки, у нас снова появляется ступор. Откуда у вас этот объект, эта улица местного значения появилась? Мы говорим, да вот она нам здесь вот нужна. Вот так, сейчас спокойно. Нет, как? А вот нашла кнопочка. Вот смотрите, вот, например, улица. Вот эта вот улица местного значения. Она должна была быть в проекте планировки, но она не выделена красными линиями в проекте планировки, потому что ее нет в генеральном плане. А в генеральном плане ее нет, потому что мы в этот момент еще не планировали детальное развитие этой территории. Что касается непосредственно объектов, допустим, социальной инфраструктуры здесь же, мы делаем общий расшир потребностей на детские сады и школы. Самое простое, да? Мы их ставим на одну функциональную зону и тот же самый вопрос, что предыдущий показывал в парке, если спортивная площадка у нас появляется, а почему у вас столько объектов, а не столько, а потому что мы в проекте планировки уточнили и разнесли их по-другому. И этот вопрос опять стоит ребром, и мы не можем его преодолеть и согласовать. Не по изменению мощности объекта, не по изменению местоположения. То есть фактически разбрасывая значки на функциональную зону, чтобы их было видно, мы потом упираемся в необходимость корректировать генеральный план по проекту планировки, потому что он разработан достаточно детально. И не утвердить объекты не можем, и утвердить не можем. В любом случае у нас появляется потребность в течение изменений генеральный план. Следующее. В нашем генеральном плане был утвержден велосипедный каркас. То есть прямо все велодорожки основные в городе, они утверждены. И это оказалось крупным. Потому что если есть в администрации человек, который может каждому сказать, а вот здесь у нас в генеральном плане заложена велодорожка, то эта велодорожка появляется. Вот вы видите один из городских проектов, это был архитектором, где у нас вот прямо видно, вот у нас велодорожки по генплану появились, и сейчас они будут строиться. Но хотелось бы сразу отметить, что если нет такого человека, который может всем рассказать, что у нас там велодорожка, то другие ведомства не знают о том, что в генеральном плане есть велодорожка. И это, на мой взгляд, одна из проблем сейчас развития городоустройства. Как раз в том, что мы, как архитекторы-городостроители, знаем, что у нас там, а все остальные ведомства не очень знают. И для них генеральный план – это не всегда руководство к действию и закон. То есть хотелось бы, чтобы все работники, все, кто занимается развитием города, об этом знали. И еще один пункт нашего развития – это развитие планировочной структуры и транспортного каркаса. Здесь тоже хотелось бы отметить сразу несколько вещей. Первое. Когда мы формируем транспортный каркас и объездное кольцо города, часть, получается, магистральных улиц, магистральных дорог у нас выходит за границей муниципального образования. И получается, что какие-то обрезки в дальнейшем развиваться могут только в том случае, если у нас соседние муниципальные образования свои планы по развитию согласовывают с нашим. И вот здесь получается коррезия, что объект местного значения, который обеспечивает развитие нашего транспортного каркаса, совершенно неважно состоянию муниципального образования. И решить этот вопрос можно только с уровня региона, а то и не совсем всегда. И еще один пункт. Вот посмотрите, это у нас территория аэропорта. Аэропорт у нас находится в центре города. В генеральном плане аэропорт сохраняется, потому что это у нас объект федерального значения, и федерация не предполагала вносить аэропорт на момент разработки генерального плана. Буквально в пятницу прошлой недели подписывается указ правительства Российской Федерации, в котором назначится, что назначен консессионер по строительству нового аэропорта Федоровка за границами населенного пункта, соответственно, этот будет вноситься. И решениями с уровня федерации сейчас получается генеральный план в этой части просто перечеркивается, потому что у нас иначе будет развиваться планировочная структура города, потому что у нас здесь появляется больше 600 гектар, которые мы можем включать в экономические процессы городские, и, собственно говоря, и ограничения для застройки тоже меняются. Вот так вот буквально в пятницу получается, ну, где-то примерно 60% нашего генерального плана решениями правительства сверху были изменены. Решения позитивные, однако генеральный план в этом случае изменяется. И еще из таких же крупных, хотел бы сказать, изменений. В 2022 году, после того, как у нас изменилась, допустим, политическая ситуация, мы должны были изменить свои отношения к национальным зонам, причем в этом штабе мы планировали жилищное строительство. Теперь у нас сохраняются все оборонные предприятия, в том числе, которые 30 лет стояли, просто пустырями уже ставили, все разрушилось. Мы планировали на них жилую застройку, а теперь мы должны их сохранить в том ведомстве, в котором они были. И это тоже послушало толчок, когда первых внесения значительных изменений в генеральный план. Спасибо. Спасибо. Ну, в принципе, вот те же самые проблемы, они известны, понятны. Излишняя детализация требований к объектам в 10-м предприятии. Это градостроительный кодекс, часть 6 статьи 45, градостроительный кодекс, который запрещает учитывать объекты в проекте планировки, если его нет в генеральном плане. Это касается очень дорожной сети. Излишняя детализация непосредственно объектов, развлеченных на карте, излишняя детализация к параметрам этих объектов, заложенных в 10-м приказе, в новой редакции, которая вступила в силу вот с 1-го апреля. Сейчас у меня в ГСТП загружаются документы по новой редакции 10-го приказа. С этим тоже пока сложно, что в ГСТП не справляется. Я думаю, они все наладят, но основная проблема вот этой с детализацией, она никогда не идет, она будет что-то делать. Но пока да, единственный инструмент это внесение изменений. Благо, там точечные локальные изменения в генеральный план, эта штука несложная, непродолжительная по времени, достаточно быстро и легко все это делается. Но опять же, здесь и стратегия. И пока вопрос остается открытым, поскольку вот эта ситуация сложилась, есть интересы частных, есть интересы общественных, есть интересы государства, они иногда не пересекаются. Я думаю, что мы сейчас их пока принимаем так, как они есть, и уже свою деятельность выстраиваем в соответствии с теми изменениями, как и социал аэропорта, обороны предприятий, интересы участников, между ними. Ну, кстати, наверное, проще комплексного развития. То есть, хочешь десятку гектарную, пожалуйста, давайте территорию комплексного развития развиваться. Ну, дальше, да, в продолжении нашего разговора, нашего дискуссия посмотрим, какие мнения еще есть, что нужно с этим делать. Спасибо. А, я сейчас задавал вопросы? Нет. Концепт? Если с этими спикерами поговорить. Ну, давайте так. Давайте так? Не могу, да. Да, это будет правильно, логично, чтобы только без обыдения не трогать. Да, я буду говорить сразу. Тогда, как правильно, тогда... У меня вопрос, шевала Елена Краснодар. Прекрасный пример с каркасом велосипеда. И возникает сразу же вопрос, но есть проблема с внутрепортальными дорогами. и есть проблема связанности самого каркаса. Вы смогли в материал обоснования прикрепить велосипедную сеть, правильно? Велосипедную сеть мы утвердили и внезли в положение терропланирования. У нас 10-й приказ тоже позволяет нам велосипедные дорожки выделять как объект местного значения. И мы это сделали. И в генеральном плане это отражено? Да, у нас есть. Как материал обоснования? Основная часть, утверждаемая часть. Утверждаемая часть. Вот вопрос. Но вы столкнулись с тем, что когда застройщик делает либо проект планировки, у него нет дорог местного значения на его земельном участке. Скажите, пожалуйста, почему не могут появиться дороги местного значения в генеральном плане, чтобы застройщик получил, ну, инвестор, да, тот или он владелец земельного участка. Он получает уже готовый слой, где он видит велосипедную сеть, где он видит дороги местного значения, где он видит связи, пешеходно-тропиночную сеть, например, как Казань смогла там хитро сделать, да, чтобы связать именно зеленые объекты. Что мешает этому? Потому что, на мой взгляд, это серьезное такое препятствие к тому, чтобы нам получать качественные связи между даже хорошо разработанными мероприятиями КРТ, да, вот они все отдельно, практически во всех городах. Вот этих связей нет, они рвутся, но я, человек, который занимается каркасом, я понимаю, что рвется каркас вообще. Это и движение воздуха, это и связи транспортные, пешеходные, зеленые. Вот есть ли у вас какое-то решение, вы так серьезно и глубоко работали с моим планом, что вы думаете по этому поводу? Смотрите, я думаю, что ситуации на самом деле могут быть совершенно различными. Одно дело, когда у нас незначительные по площади территории, и у нас есть, или у нас уже есть какие-то наработки. Другое дело, как в данной ситуации у нас было, получается, вот она, эта территория, вот она, это 165 гектаров. 165. А если мы будем мыслить микрорайонами советского периода, да, который у нас в СП градостроительства, вот обозначено было, с ним 89-го года, да, то это примерно 2,5 микрорайона классических по площади. Представляете, это 2,5 классических граждан. Мы понимаем, что развиваться эта территория может в дальнейшем по-разному, да, утверждая генеральный план. Вот сейчас у нас заложены такие вот увеличенные кварталы. Вот, так, сейчас и кнопочку. Вот так вот один квартал. Достаточно большой. Вот он показан. Вот такой огромный квартал. Увеличенные кварталы. Это могла бы быть разная квартальная застройка. Это могли быть кварталы 70 на 70. Допустим, самое сейчас применяемое. Допустим, взять, если брусник, застройщик, тут у них квартал 70 на 70 примерно размер. Это могли быть кварталы 100 на 100. То есть при разработке проекта планировки различная могла, единица планировочная заложена быть. И мы здесь не стали угадывать и загадывать. И я считаю, что это неправильно вообще масштаба генерального плана, потому что здесь мы именно должны стратегически назначить, какое назначение будет этой территории. А потом все детали уже в проекте планировки должны быть разработаны. Мы не знали достаточно. И численность должна быть определена. И вот в этом случае получается, что с одной стороны генеральный план нам говорит, что ты должен утвердить эти объекты местного значения всех. С другой стороны, мы не можем настолько глубоко здесь планировать. И только, получается, после разработки проекта планировки мы можем внести изменения в генеральный план, но это дополнительные итерации, это дополнительная работа. Вот КРТ, допустим, позволяет нам сейчас сделать это одно с другим строительством. Это еще не было КРТ. Не всегда можем знать, в каком из микроорайонов какая у вас плотность может быть тоже больше, меньше. Это окраины города, здесь могли и не появиться. Здесь нет высоких. Вот 3,16 этажных зданий самых высоких. Вы видите остальное. А средний этаж здесь у нас 8-9 этажей. Вот это определенная плотность. Значит, определенная численность населения. Значит, количество детей, пицкий сад, школу. Мы считаем по некой средней на всю функциональную зону, на все 165 гектаров. А потом они начинают расплываться, начинаются вопросы. А куда и как? А то, что у нас является опорным планировочным каркасом городским транспортом, вот на мегистральной улице, она заложена. Она есть. Ну, а с зеленью что делаем? Я вижу, там не заштриховано вот это. Это существующая зеленая. Так, вот смотрите, вот здесь это у нас городские леса. Они существуют. Вот, да. Никаких связей с другими постраданиями. Ну, опять же, смотрите, функциональный залерий, у нас единая функциональная зона, чтобы потом определить можно было единую территориальную зону. А по какой причине? Потому что здесь один, тут три крупных земельных участка. И мы в любом случае в территориальной зоне должны были назначить одну территориальную зону. Но в проекте планировки здесь полностью учтены, уже выделены и зеленые зоны, и этот район у нас называется зеленая река. Потому что он весь пронизан одной зеленой сетью. Спасибо за доклад. Можно? Артемий Зайцев, блогер-урбанист Ростов-на-Дону, участник общественных слушаний постоянно. Вот я участвую в общественных слушаниях, и вот все ваши проблемы, которые вы говорили, я об этом пишу. Здравствуйте, почему так? Они отвечают, потому что так. Почему тут общественно-жилая зона, а вы строите дома жилые? Ну, потому что у нас есть иное. Иное можно строить по градостроительному кодексу в общественно-деловых зонах. Иное – это жилье. И у нас получается Красный Оксай, куча небоскребов на месте завода в общественной зоне. У нас получается Левый берег сейчас застроят, там 31 дом жилой в общественной зоне. У нас получается, ну, даже такие вот мелочи, там, бульвар северный, многоэтажки поставили прямо на бульваре. Ну, тут же общественная зона, общественная. Магазин есть? Есть. Рядом с магазином несколько многоэтажек. Как с этим бороться? Почему нельзя в ПЗЗ запретить в общественных зонах строить жилье? Или хотя бы какой-то процент указать так, чтобы нельзя было... Ну, короче, чтобы общественные, деловые, как бы, объекты были гарантированы каким-то процентом или полностью запретом строить жилье? Ну, вот, наверное, вопрос, на самом деле, очень сложный, и я не беру на себя смелость полностью сказать, что я тот человек, который ёмко вам полный ответ даст, но могу сказать те меры, которые мы со своей стороны приняли. Например, у нас в Омске до того, как мы утвердили генеральные планы права землевозной застройки, вообще в первых этажах общественные объекты не размещались. Мы установили требования, чтобы, если у нас дом вдоль красной линии, до первых этажей обязательно общественные и коммерческие объекты мы таким образом стимулируем. То есть, ну, один из маленьких шагов. Их может быть множество. Я говорю только о своём опыте. Да, уважаемые, да, уважаемые желающие, что-нибудь сказать, я бы прошу вас тоже на будущее. Руку поднимайте, потому что надо как-то выделить этот процесс. Городик, помогу. Да, Светлана. Мойка, Светлана, Волгоград. На вопрос, который задал уважаемый блогер, есть один правильный ответ. Во-первых, в генеральном плане есть такой механизм, такой инструмент, который называется описание функциональной зоны, в котором регулируются вопросы и плотности, и обеспеченности, в том числе, нормативными объектами. Но давайте чётко понимать, что такое общественная деловая. И нужна ли она отдельно, то есть вы сейчас радуя за... Не надо, меня я так слышно и голос нормально поставлю. Радуя за чёткое разделение жильё и общественное деловое, мы закатываемся намного, как десятки лет назад. Весь мир живёт уже по принципу много функциональностей. И когда мы говорим о барьерах, чтобы не было перекос в одну и ту же сторону, как раз описание функциональной зоны. А там можно сказать вот про цены... Почему я не согласна с вопросом, который он задал, потому что понятно, каждая ситуация ликтуется и должна анализировать, запекать ситуацию трава. Но весь смысл-то в том, чтобы наше жильё не превратилось в ступо в спальные районы. Что такое общественная деловая? И это места приложения труда, другого сектора экономики. Ну что мы лепим опять? Магазин должен быть к дому приближен, не должно быть сараев, вот он, офисный центр. Да, есть территория общественного центра, там другая степень регулирования. Поэтому я поддерживаю друзей из Омска именно в том, что на уровне генерального плана надо закладывать многофункциональной зоны, предусматривающей жильё, определенные плотности и определенные этажности, которые потом регулируются правилами землепользованной застройки. У жилья есть элементы общественных функций, это обслуживание детских садов, школы, поликлиники и так далее. А вот всё, что вы вкладываете в общественно-деловую, там же должен быть плот. Это все здания и сооружения общественно-делового назначения. вот здесь вот такой момент, который меня подпрыгнул. Прошу прощения. всем добрый день, Елена Хаттамаджиян, город Расканадово. Вот просто хотелось бы объяснить, тема для нас очень такая, триггерная. Видимо, Артемий не совсем правильно объяснил. Я полностью согласна с вашей точки зрения. естественно. Город, если развивается, это должен быть не только желая застройка. Но Артемий сейчас говорил немного про другое, просто это наше местное и он не совсем пояснил, как отъезд. Вся проблема в том, что все вот эти вот объекты, которые он указал, изначально появились на изъёмных зонах. Я понимаю, да, но просто вот, и когда сначала, допустим, возьмём наш выбор Комарова, я кому-то предложил, это когда-то я говорю со слов Александра Фадовича, потому что мы с ним очень много общались на эту тему, когда-то бульвар Комарова у нас был элементом нашего зелёного проказа в 70-х годах. То есть он спускался к воде, с воды должна была быть воздушный коридор, и у нас там бульвар, и там пускается берегу, и там деловая потихонечку стали осваивать. И вот вдруг на бульваре, естественно, уже двумя огромными супермаркетами перекрыли этот воздушный коридор, уже, как нам сказали, ничего не возмущаясь. А теперь там в другой администрации вырастает жилая застройка. При этом эта жилая застройка, как нам обещали застройщик полностью благоустроить и сделает какие-то благоустройства, озеленения, какие-то площадки. Это все никто ничего сделать не будет, компенсировать не будет, и бульвар превращается в придомовую территорию. Если это магазин, то человек пришел, ушел. А сейчас получается, что у нас полностью перелезается в придомовую территорию, потому что там должны быть пополочные спотами определенные. У нас там должна быть определенная инфраструктура возле этого дома. И вот продолжая эту тему, очень наболела прям боль наша, есть такой инструмент как общественное слушание. В этом теме он до сих пор ходит, верит в это. Я уже давно не хожу, почему? Потому что когда в последний раз мы с Александром Лифаковичем с общественным объединением Платан совместно, более того, подключился депутат Государственной Думы, и мы попытались на общественное слушание, я сама юрист по образованию, внести на 15 листов изменения благоустройства, правила благоустройства, где полностью выкинули раздел озеленения, это просто нас смотрели. Ну хорошо, спасибо, мы вас услышали. То есть все наши предложения, какие бы профессиональные ни были, не учитываются при внесении в ПЗЗ, в генеральный план, то есть мы можем писать сколько угодно, но все это носит рекомендательный характер. И вот в этом смысле как сделать так, чтобы общественное нас услышали, потому что конечно же мало удовольствия, когда ты идешь и гуляешь по зеленому благоустроенному города, отчего мы просто в ужасе. Но мнение общественности сколько бы ни писали, так бы профессиональные ни было. Да, я поняла, но просто оно все взаимосвязано. Да, Вот просто я прояснила, поэтому ситуация, тут вы правильно говорите, но у нас это немножко новой характер, и тема больная, и поэтому убили мобиль. Не, но у нас еще и заводы застраиваются, рабочих мест просто не делают. Минуточку, давайте положим. У нас снова рассказали о том. Первое, значит, я понял, это и вчера уже было понятно, что одно из важных тем на будущее, которое обязательно должно быть, это все-таки взаимодействие общественности и профессионалов и власти мы ее не вынесли. Обязательно будем ее как-то дальше продвигать. Тема большая, серьезная, но здесь поскольку есть вот этот прекрасный пример, у меня есть решение задных вопросов. Да, это не просто у меня есть решение, это решение было заложено в проект методических рекомендаций в разработке генеральных планов, который мы делали в 2019 году, в который не дошел бы утверждение и сейчас делается другой, другие методические рекомендации другими людьми они сделаны, не будем о них говорить, но решение было следующее. Стан чуть-чуть не договорила, кроме описания функциональных взрослых, я полностью согласен должно быть обязательно, в генеральном плане есть еще замечательный инструмент, которым никто не пользуется, который называется параметр функциональных зон. И параметры функциональных зон могут быть абсолютно любые. И еще я хотел бы отметить, что введя в кодекс инструментов функционального зонирования, нигде никто не объяснил, что такое функциональная зона. Да, никто не знает, что такое функциональная зона. Можете вы в жилой зоне разместить маленький атомный реактор? Можно через 20 лет? Нет, 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 подожди. Вот можно сейчас в жилой зоне разместить маленький заводик? Вот постой мне вопрос. Можно, если я запрещу. Если санитарно-защитная зона. Абсолютно верно. Можно с учетом действующих ограничений санитарно-эпидемиологического законодательства. Никто не написано, что в жилой зоне нельзя размещать промышленные, сельскохозяйственные, общественные и такие другие объекты. Но параметрами, как я там совершенно правильно сказал. То есть на самом деле решение есть установить для каждой. И какое решение предлагалось в методичке? Для каждой зоны функциональной обязательно устанавливается. То есть функциональная зона не является монофункциональной. Жилая зона, что такое? Жилая. Название это преимущественное использование этой зоны. Условно говоря, в жилой застройке там должно быть не менее 50%. И вы устанавливаете, вы даете как минимум 3 параметра. В каждой зоне вы даете 3 обязательных параметра. Для каждого из которых вы устанавливаете предельный процент, который может прикрываться не менее 50% жилья, не менее 20% общественной территории и не более 50% производственной территории. И это будет жилая зона. Нормально. Это можно сделать. Совершенно правильный путь. Это один путь. Второй путь вот эта вот замечательная история, которую действительно невозможно разрулить. Потому что неправильно на уровне генерального плана проектировать для городов-миллионников уличнодорожную сеть в жилых районах. Этого никогда не делалось в Советском Союзе. В Советском Союзе не было на самом деле практики размещения каждого детского сада и школы в генеральном плане, потому что это не масштаб генерального плана. И опять же, все это можно сделать через параметры. А и вот эта проблема, что нарисованные пунктиры для вот того самого юриста, который читает градостроительный кодекс и который крайне далек от сути проблемы, да? Он говорит, вы же здесь нарисовали улицу, будьте добры, проект планировки застройщик улицы здесь. Простейшее решение. У меня вопрос на самом деле, сработает ли оно. Параметр. Один из параметров. Плотность местной уличной дорожной сети в функциональной зоне. Хочешь по диагонали рисуя улицы, хочешь по вертикали, хочешь по горизонтали. Плотность должна быть. И тут мы берем наш любимый документ, комплекс, как это самое, стандарт комплексного развития жилой застройки. Берем мы эту самую модель высокоплотную, берем 18 километров на квадратный километр. И вперед, оттуда взялось. А вот оттуда взялось. И на эту тему уже есть СП. Я думаю, там это есть. Вот, то есть, вот этот вопрос решить через параметры. То есть, и этот, и вопрос жилья, кажется, что в действующем законодательстве можно решить через параметры. Ну, опять, тут же самый вопрос. Теоретически, да. Но вопросы остаются тот же самый. Потом мы доходим до проекта планировки улиц как линейного объекта. А у нас согласовывающие люди говорят, ребята, у вас в генеральном плане, это же объект местного значения, в генеральном плане не отображен. Частое статье 45. И еще одно. Сегодняшние новые изменения в ГРАД-кодекс, но они не новые, они 21-го года, да, позволяют нам принять, то есть, сначала ввести это на уровень субъекта Российской Федерации, да, указывать не объекты, а указывать потребность в этих объектах для зоны без указания конкретного местоположения объекта. Это теперь позволено. Нужно только со стороны, как это сказать, нас, строя органов, ну, вернее, нас, профессионалов, да, немножко подсуетиться и, может быть, как-то бежать впереди вот этих вот органов, которые только свою юристику... Он может, да, своим нормативным правилам, вот это... Да, он может это ввести. Принять решение, да, на уровне субъекта можно определить, что генеральный план не содержит карты объектов местного значения, тогда 20... Нет, это другое решение. Он содержит карту объектов, но на ней отображаются только... Объекты не отображаются, только потребность записи. Мощности. Общая суммарная мощность. Да, 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 функциональность. Вот, сейчас, 21-го года, это стало возможно. Мы, главное, прожидали 30-го сентября 2020-го года. Нет, я думаю, что сейчас есть некоторые решения вот этой... И вопрос-то мой на самом деле, а сработают ли они? Вот, мы не пробовали еще. Пока такого опыта нет, но хотелось бы, чтобы это действительно решило вопрос. А в части параметра функциональных зон, вот здесь, смотрите, сейчас у нас десятый приказ, получается, позволяет нам внести в семантику параметры функциональных зон, да? Но при этом, когда мы идем, смотрим в положение территориального планирования, мы, вот, город Омск, Миллионник, у нас здесь порядка 5000 функциональных зон. Получилось. Огромная территория, огромного города, да? Площадь Омска, могу сказать, в полтора раза больше, например, площади Екатеринбурга. А, в два почти. Почти. Нет, нет, сколько контуров, да, функциональных зон. Контуров, да, вот, смотри, вот, это следующая часть моей речи сейчас. Вот, смотрите, количество вот такое у нас, да, при этом у нас есть, мы понимаем, что, вот, например, у нас есть функциональная зона смешанной общественно-деловой застройки, да, количество контуров вот этой вот зоны у нас будет, сейчас не буду вспоминать, но, скажем, много, да, из 5000, допустим, это будет порядка 15%, да? Установить единый показатель, да, вот здесь установленный единый показатель у нас попадает в положение территориального планирования. Установить на каждую из 5000 функциональных зон параметры и внести их в положение территориального планирования. При учении того, что генеральный план от начала разработки до утверждения 9 месяцев заняла работу, 9 месяцев, как ребеночка. А вот, возможно ли это? Я бы оставила этот вопрос, наверное, на раздумье. Но при этом, допустим, в электронной версии документа, которая есть в общем доступе в сети интернет, его можно посмотреть сейчас, если щелкните по каждой функциональной зоне, там есть для каждой из них параметры, но они не утверждены. Для каждой. Утверждены некие средние температуры по больнице. В общем, для функциональной зоны живой застройки, для функциональной зоны индивидуальной застройки, для функциональной зоны общественной застройки. Ну да, потом там же еще перечень параметров, он же графичный, тоже таблица 10 приказа, что должно быть вот это, вот это, для живой зоны, в области, максимум. 10 приказ гибкий, в него можно вносить изменения. Минэкономразвитие с удовольствием ждет, может не сразу вносит изменения. Ну и теперь стал чаще, более отзывчив к этой задаче. Ну потому что им все сказали, что там много чего нет. Ну с ним, да, в федеральных ВКС, на мой взгляд, проводилось несколько, вот с конца прошлого года, нет, с середины, наверное, прошлого года, до принятия изменений новой редакции 10 приказа. Вот, и кое-что еще учтено. Кое-что учтено, в основном по питерским замечаниям, но много всего осталось. Алексей Станиславович. Здравствуйте, Преображенский Алексей, Калининград. Вот эта вот ситуация знакома никогда, и в Калининграде принято сейчас следующее решение. Во-первых, такие внесения и знамения не осуществляются по влиянию чего-то, да, обычно есть заинтересованная история. Вот оно приходит, говорит, мы хотим поменять. И с ним начинается диалог. Диалог выстраиваете теперь на следующем образом. Объяснить, где ты что хочешь посадить. То есть, можешь делать даже проект планировки, называя проектом планировки, некие документы, которые послужат основанием для выделения территории общего пользования, социальной и так далее. Если начинается непонимание, то тогда администрация говорит, когда мы будем рисовать сами, в соответствии с требованиями, в соответствии с СП, и вот то, что у вас отображено, просто движется дальше. То есть, не только отрисовывается объектами местного значения, а под них выделяется необходимая территория, выделяется зонирование, чтобы обратно уже пути не было, в том числе и под внешнюю дорогу МФС. Соответственно, это все приводит к тому, что застойщик вынужден выйти на диалог и начинается разговор. Начинается подготовка неких документов, обсуждения, и это потом ложится в некую основу, да, в которой, когда уже выходит, потому что в Калининграде полномочия по унесению изменений компонентов, переданная на региональный уровень, выходит туда уже с предложением, которое согласовано с администрацией. Да, есть на это определенные моменты, связанные с позицией руководства по этому вопросу, вот, но вот то, что я услышал, различные предложения по использованию, по унесению изменений в какую-то нормативку, ну, наверное, я немножко далек от этого, я как человек, который больше связан с практикой, и, скажем так, привык работать с существующими инструментами. Конечно, это и параметры функциональных зон там можно, и почему до такого доходим, от того, что прям это зонирование отворожаемое. Никогда ни у кого не возникает двоякого толкования, как здесь. Вот у вас сейчас, да, и у юриста, слушайте, у вас здесь чётный рисунок, как бы, ну, зона одна, да, я могу размещать, как хочу. И все звонят просто к жилью. Если отдельно зона поделяется, этого уже не происходит. Уже хочешь, не хочешь, и вынужденную консультанскую группировку. И по поводу объектов местного значения, которые выходят за границы муниципального образования. По моему личному убеждению это действительно региональный уровень, и, наверное, такие объекты должны в СТП отображаться, как объекты регионального значения, которые обеспечивают связь между двумя муниципалитетами. Да, у нас в СТП, наверное, может выйти, объясняя, что это не мы, мы можем вот здесь вот, а выводим всё выше. Примут, не примут, уже отдельно разговоры. Поэтому, наверное, всё, что хотел сказать. Не знаю, получится это что-то, которое лишь не даст соврать. Такие, по крайней мере, обсуждения ведутся достаточно активно. Застройщики, которые интересны развития, они стараются всё-таки предусмотреть так или иначе и учесть мнение администрации. Да, я действительно соврать не дам, всё так оно и есть. Есть в Калининграде, действительно, такая особенность – это очень дробное, очень детальное зонирование. Вот, с одной стороны, некоторые проблемы решают, на самом деле, если есть социалка, в неё эту динозону там больше ничего не разместят. С другой стороны, вот в этой части, в той, которую показывала Наталья, этот инструмент не применил, в принципе, потому что там очень большие семейные участки. Вот, их нельзя разделить на разные зоны по генеральному плану, потому что потом правильное зонопользование, и они должны быть в одной территориальной зоне. Иначе территориальная зона не встанет на учёт в УГРН, потому что, ну, потому что у нас есть земельный кодекс, предоставительный кодекс, а один земельный участок не может находиться больше, чем в одной территории. по предварительному документу, который у нас как-то похож на проект планировки, но это тоже внесение изменений в Генеральный план. То есть мы опять возвращаемся к тому, что это один из аппаратов, ну да, это обоснование внесения изменений. Но на стадии того, когда мы вообще меняем зону. Допустим, вы купили участок военный, вот прежде, чем поменять, сначала начинается такая работа, а потом... Ну мы с этим, да, мы с этим действительно работали, по парке Ленинграда, и по праве набережной, по острову. Вот, но там тоже есть свои нюансы и свои особенности. Ну и когда заявитель это делает, он не учитывает смежных территорий, там свои сложности возникают. Да, да, это просто один из аппаратов таких, один из аппаратов внесения изменений в Генеральный план. Да, да, пожалуйста. Александр Суэр, благодаря тебе. Высказать по поводу того, что у нас есть какая-то зона смешаная, общественная деловая, у неё там 500 конкуров на миллион гектар, и что мы не можем для них каждую конкурочку восстановить. На мой взгляд, это не вопрос Генглана. У нас есть такой инструмент, как ПЗЗ, который, в каком-то смысле, прямо нам разрешает делать вход в зоны территориальных зон, в которых ПРИ все одинаковые, а вот параметры могут быть разные. Есть объемно-пространство регламента, то есть это уже детализация, если нам нужно развить эту зону по параметрам, то это уже можно сделать на этапе ПЗЗ. Если там что-то поправить, то можно поправить только ПЗЗ, а не Генплан. И вот это вот сэкономит и время, и на другой уровень. И делать это каждый месяц. Каждый месяц можно носить сколько угодно. Добрый день. Знаете, у меня такой вопрос к профессионалам. Он конкретный, наверное, да? Он потребуется, конечно, ремарка. То есть я вот так иногда читаю, если бы, городостроительство, любимое 42-ое прежде, так сравниваю с реальностью. Но мне вот хочется именно профессиональное мнение услышать в отношении вот то, что мы сейчас обсуждаем, параметра общества неловых зон. Значит, ремарка, да? Вот опять же, слушая все, что все очень горят, тут есть такое ощущение, что есть такая общая боль. Мне кажется, у нас есть понятие, есть термин. И пытаясь разговаривать на одном языке, мы как бы говорим терминами, иногда имея в виду понятие. Вот этого происходит постоянно путаница. То есть если проектировщики нарисовали какой-то объект на генеральном плане вот здесь, другой человек, вот мы там нарисовали, мы сейчас снимаем координаты и все. Ну вы же нарисовали, да? То есть как бы очевидно, что есть вообще вопрос намерений каких-то, да? Есть вопрос вот этого права. И это они в двух разных плоскостях работают. Если начинать, ну как бы их как-то не обсуждать отдельно, понятно, что ничего не стыковывается. И то же самое в отношении вот общественно-деловых зон, и то, что вопрос поднимался о том, что вот мы живем в современном мире, у нас теперь полифункциональная застройка, у нас нет жилой застройки, жилая застройка это вот то, что было в Советском Союзе, вот там, фабрика для жилья и все прочее, да? То есть как бы, понимаете, вот мне, честно говоря, если мы хотим, если у нас на веренях сделать полифункциональную застройку, мне все равно как она будет называться. Ну, ее можно сделать в жилой зоне теоретической, да? И разместить там достаточное количество общественного того, что требуется. Ну, вот по поводу общественно-деловой, можно ли там сделать полифункциональную застройку? У меня вопрос чисто вот формальный. У нас тоже как бы есть практика, знаете, вот мы вот, и даже вот Александр Антонов сказал, что вот, что такое функциональная зона? Можно там ядерный реактор, да? Ну, вот, знаете, вот мы тоже как бы часто, я вижу какие-то такие примеры по городам, почему города, они как-то пытаются улучшить то, что с федерацией там спущено, витейское градостроительство, как-то вот применить это к жизни, начинается какая-то такая смысловая работа, что же такое зона, сколько там вот должно быть общественно-деловой застройки, непосредственно, да, вокруг жилья или внутри жилья, там 25%, 50%, кто-то что-то придумает. Я вот вижу обоснование, я видел обоснование, да, ну, как бы просто такой эпизод, для того, чтобы, ну, очевидно, мы нарисовали общественно-деловую зону, ну, очевидно, у нас есть инвестиционный интерес, очевидно, мы хотим строить жилье, более функциональное, может быть, или жилое, тоже как бы уже не важно, как будет называться. И вот ради того, чтобы формально привести к обоснованию общественно-деловой зоны, где написано, что, а вот 25%, там, или 30%, или 40% должно быть общественно-деловой застройки, я вот смотрю, то есть, как бы, описание вот некой модели, и в состав вот этих площадей долевых включается все вплоть до площади навесов на территории детского сада. Это же общественно-как, ну, вроде как, там, строение, помещение, да, вот мы туда и оп, оп, все, получилось. Да, вот у меня теперь вопрос простой к профессионалу. Я, ну, читаю, сколько градостроительство. Ну, не читал я, потому что последние два года, не думал, что поменялось что-то. Раздел «Общественно-деловые зоны», там, они делятся, наверное, как функциональные, специализированные, еще какая-то. Ну, там, вроде, там, вначале написано чёрным по белому, не совсем с координатами, но, как бы, по смыслу можно понять, написано, что в «Общественно-деловых зонах» можно размещать отдельные жилые дома, там, поликлиники, то, сих пор, на десяток. И слова «школа» нету. Если нету школы, то жилья может быть там отдельные дома, это уже не жилая зона. Вот скажите, пожалуйста, в свете вот этой логики СП градостроительства, эта логика СП градостроительства, которая, ну, мной не очень профессионально считывается однозначно, что «Общественно-деловая зона», там нету школы, ну, как бы, это тоже, может быть, такой вопрос еще дикий, где-то, может, она должна быть, где-то нет, но принципиально там нет возможности построить микрорайон, в котором требуется школа, и впихнуть туда там какую-то долю общественности. Ну, нет ли вот понимания, что «Общественно-деловая зона» — это вот общественно-деловая зона? Это иное. Это… Жилье — это иное, школа — это иное, детский сад — иное. Вот эта логика, она вообще как бы присутствует? Или это просто для тех, кто иногда читает и от жизни немножко встанет? Спасибо. Давайте я, наверное, опять же, исходя из своего опыта, мы в материалах по основанию генерального плана даем описание функциональной зоны, где говорим, что может, в какой доме располагаться. Но мы понимаем… Вы корректируете, если получается, тем самым? Мы его не противоречим, мы его дополняем и уточняем. Да, и прошу прощения, поскольку есть к нотарию вопрос, да? Нет, мы просто высказываем. Нет, тогда давайте просто высказываем и не подождем, потому что у нас есть еще… У нас есть еще… У нас есть еще… У нас есть еще Екатеринбург с коротким докладом. Послушаем, зададим вопросы и потом высказываем уже по общей теме. Поэтому, чтобы мы все выслушали, чтобы получили максимум информации, сделали для себя максимум выводов и уложились в ответ, наверное, на время. ВОСТОРЖЕННЫЕ ВОСТОРЖЕННЫЕ ВОЛОДОСОВ Все, Наталья, спасибо. Спасибо. Роман, спасибо. ВОСТОРЖЕННЫЕ ВОСТОРЖЕННЫЕ ВОЛОДЫ Так, можно мы этот депутат? Да, сейчас. Вперед-назад не листается. Ладно, пока коллеги настраивают, рад всех поприветствовать. Вижу, что дискуссия живая. Процентов 95 вопросов, на которые здесь катались какие-то ответы, ответы имеют. И это ответы сугубо технического характера, ничего сложного, ни в чем из этих проблем, которые были обозначены, я не вижу. То есть ни проблем, которые законодательные, связанные с 44-м федеральным законом, тут прекрасно есть иные конструкции для решения. Ни проблемы с десятым приказом, который, на самом деле, позволил упорядочить именно отображение документов территориального планирования, причем как в уровне федерального, так и регионального, так и местного. Но вот все это на самом деле решили и дали. И мы иногда выпускаем основное. То есть от чего мы должны проектировать, что все-таки документ терпланирования является документом, который садит на городскую территорию, документ стратегического планирования, в котором определяются основные параметры по развитию города на перспективу. То есть мы в тесной увязке генерального плана и стратегического плана работаем еще с 2004 года. То есть еще проводители мастерской, которые были до меня в управлении Московской первого главного города Екатеринбурга. Мы всегда взаимодействовали с департаментом экономики. Соответственно, департамент экономики – это одно из двух головных подразделений и администрации. То есть департамент архитектуры и департамент экономики, которые работают со всеми управлениями, комитетами и иными подразделениями, собственно, которые исполняют все обязательства оборудования. Вот эти два подразделения, они являются, грубо говоря, координирующими. Одни в том плане показателей общегородских, другие в плане развития территориального. То есть всегда на вопрос, где ответит департамент архитектуры, на вопрос, в каком объеме в целом, на какой горизонт планирования ответит департамент экономики. Так я вижу, презентацию получилось настроить. Немножко высветлено, но тем не менее расскажу. То есть у нас с 2015 года шла работа первая по внесению изменений в стратегический план развития Екатеринбурга, в том числе в части дополнения его стратегии пространственного развития. Затем мы вносили небольшие детекционные корректировки в тот генеральный план, который был у нас с 2004 года, потому что, ну, честно говоря, и у стройконтриса где-то в моменты накипели. И были изменения в части уже формирования национальных проектов, были уже изложены общие положения по федеральным проектам, региональным проектам, соответственно, местным программам, которые отражают объекты местного изучения. И чтобы просто был документ, на который возможно было опираться при формировании бюджета в том числе, мы технически дополняли тот генеральный план 2025 года. Ну и какие-то технические решения как раз по генеральному плану, а что можно, а что нельзя, мы тестировали на этом документе. Соответственно, в том числе отрабатывали с общественностью в плане проведения общественных обсуждений, тем более проведение их в формате не очного, а заочного ритуала цифрового голосования, в том числе и подачи заявлений, причем мы всем рекомендовали по определенной форме излагать свои мысли, чтобы их было возможно учитывать в проекте генерального плана. Далее мы сформировали концепцию территориального развития Екатеринбурга, но уже с учетом Екатеринбургской агломерации, она так называется, КТР Екатеринбурга в Екатеринбургской агломерации, чтобы выявить те самые связи с городами в структуре агломерации в части транспортного каркаса, природного каркаса, коммунального каркаса и, соответственно, размещение той социальной инфраструктуры, которая работает на два и более городов и размещается на территории города Екатеринбурга. И уже на базе этой концепции мы сформировали итоговую редакцию генерального плана, которая, кстати, была в два-три раза меньше вопросов, чем к предыдущим редакциям, судя именно по общественному взаимодействию. И те предложения, которые поступали, они в большинстве ответствия имели такой положительный характер из ряда, что давайте немножко неутвердимы, очень хороший документ, и мы просто за этот документ можно его утверждать. То есть такую реальцию от общественности мы получали на последней генерации по утверждению генерального плана. Если проходиться более подробно по этим историям, это стратегия пространственного развития. Мы опирались на положение хабитата, в котором в том числе есть принцип устойчивого развития. Мы формировали два стратегии пространственного развития. Самое основное – это принципы пространственного развития, которые у нас нужны в составе стратегии социальных развития Екатерины города, которые ориентируют город на элементацию на высокоэффективный общественный транспорт, на комфортную городскую среду, на архитектуру приближенную к человеческому масштабу, на, соответственно, сохранение всего природного каркаса баланса на обеспечение в структуре города, местами для работы, населения. И все основные вещи мы принципиально закрепили и потом уже детализировали их на схемное решение в составе генерального плана. Если идти по направлению, то их было три. То есть это городская сеть, то есть это основной каркас, это инженерный транспорт, это городские территории и городская среда. Городские территории – это уже ближе к полуменовке застройки. Городская среда – это уже как раз человеческий масштаб. Это ОМЛИК, это в том числе земельные территории общего пользования, которые так не объединены населениям, в которых в последнее время все больше и больше взаимодействия с населением происходит. Это было еще в 2018 год, когда мы эти основные положения обсуждали со своим профессиональным сообществом, с властью, с бизнесом, с населением, с населением на разных площадках, в том числе там и в Ельцин-центре, мы проводили на базе администрации, проводили в Ельцин-центре, проводили до суда. Не какая-то одна локальная встреча, это было множество совещаний, на которых в те или иные моменты принципиальные действия, они вырабатывались и были недвижны в составе стратегии инсульциальных рассудов. Далее, это тот генеральный план, который до 2025 года, тут быстренько договорил, это больше формализованная была история, нам необходимо в том числе было поставить на катастрою еще границы населенных пунктов, сформировать в составе документы для планирования объекта местного значения, их параметры, чтобы нужно было в том числе экономическое обоснование для выявления бюджетных кредитов, либо бюджетов вышестоящей констанции. И вот то, наверное, самое емкое и интересное, о чем занимались, это концепция развития их термогов и термогов, и термогов, и термогов, и термогов, и термогов. И основные направления – это где люди могут жить, где они могут работать и где они могут отдыхать, восстановить свое здоровье, расписываться между первыми и термоговыми функциями. То есть это основные три направления, и вспомогательные, но тем не менее, не менее важные – это транспортный каркас, инженерный каркас. И генетичностью Екатеринбурга мы обозвали работу с объектами культурного наследия и работу с знаковыми местами, плюс туристическим каркасом, и попытались там предложить некую коллаборацию этих функций, как раз привлечение инвестиций на реставрацию объектов культурного наследия за счет внутреннего туризма. Как раз мы всегда смотрим, там говорят, надо генеральный план переделать, потому что COVID, надо генеральный план переделать, потому что СО – нет, не надо. То есть это временные явления, которые на долгосрочную стратегическую перспективу никоим образом не отображаются. Если вдруг произойдет что-то кардинально плохое, мы будем думать совершенно уже не о генеральных планах, поэтому такие корректировки, такие события в генеральных планах отражать точно нельзя. Но генеральные планы должны быть гибкими к принятию различного рода решений, в том числе в кризисных ситуациях, которые надо тоже для себя поднимать. И, собственно говоря, в генеральном плане в дальнейшем мы все эти направления, их учитываем, но при этом, опять же, мы проводили и с профессиональным сообществом встречи по всем направлениям. Ну, кроме, пожалуй, инженерной инфраструктуры, поскольку она, скажем так, не для всех открыта, и вопросы на личный доступ откладывать нельзя. И также мы презентовали концепцию теоразвития и цивилизационной структуры облигации на форумах «Города России-2030» – это стратегический форум, и в форуме «100 плюс» – это у нас форум строительный, соответственно, чтобы усилить еще взаимое место сообществом и где-то собрать и с программом федеральной власти, и с региональной власти, с точки зрения касательно этого документа. Документ, по сути дела, на данный момент не утверждаемый. Мы его отправили в качественный материал, который планировали включить в данном году в стратегию «Суцек развития» в виде пространственных компонентов для каждого из направлений. То есть, если еще раз вернуться к тем направлениям, они у нас напрямую бьются с направлениями, с определенными стратегией «Суцек развития». Каждое направление курирует отдельный зам главы города, и, соответственно, мы четко понимаем, в чьей полномочии эти вопросы будут входить и как они будут реализовываться. И, соответственно, уже на базе концепции «Терразвитие» появился генеральный план, который перевязан с национальными проектами, целями, с программами, с федеральными программами местными и региональными, которые, соответственно, отражают все взаимодействия с городами и с культурой Екатеринбургской инфрацией, который обсуждался грандократно с населением и профессиональным сообществом. Это если в целом, да, как у нас шла история про генеральный план, отвечая на множество вопросов, которые были. Мы считаем, что генеральный план он все еще остается с документом стратегического уровня и долгосрочного планирования технически, как в нем все реализуется. То есть, выступало множество мнений, что невозможно запланировать инфраструктуру, разместить все объекты местного значения. А почему? На самом деле, возможно. То есть, рассчитать для каждой функциональной зоны нормативно необходимое количество объектов местного значения, разместить их там, но с парой приписок, например, у нас была приписка по каждому объекту местного значения, что его вместимость должна составлять не менее каких-то мест. Если мы понимаем, что ее создали более дополнительные застройки, нам это решение никак не повредит и, соответственно, мы спокойно можем увеличить показатели по всем видам социальной инфраструктуры, но примерная дислокация этих объектов, она у нас обозначена. Но местоположение объектов обозначено не как на ТЭЦ, а размещен в границах улиц и указывается перспективная уличная дорожная сеть, в границах которых размещаются эти объекты. Соответственно, на какой объем населения размещены эти объекты? Гораздо более того объема, который заявлен в основных параметрах документы из страт планирования и документы тех планирования основанного в нем. Почему? Потому что процентов, наверное, 80 оставшихся земельных участков, которые для перспективного развития, это участки, которые находятся в частной собственности. Это физлица, это юрлица, но это в любом случае частная собственность. Как сыграют у них портфель, когда основывают свои решения исключительно на экономическом основании, что сегодня спрос здесь есть, мы сегодня здесь будем развиваться. Соответственно, и составляя из этого лучше самый гибкий инструмент, по которому заложить инфраструктуру для всей перспективной застройки, но всю необходимую инфраструктуру. Соответственно, на любой вопрос по развитию территории перспективных у нас всегда будет ответ. То есть да, сегодня она не выстреливая, значит где-то идет разработка в другом месте и по нему есть также все выкладки по объектам местного изучения с каждым параметром этих объектов местного изучения, причем в минимальных показателях, которые могут быть увеличены. Плюс положение тех планирований, мы специально для юристов, мы же понимаем юристов, мы тоже люди, у них своя наука, и этой науке тоже нужно придерживаться. Мы провисали, что местоположение объектов местного изучения может быть уточнено, и соответственно ряд документов, в которых может происходить уточнение. То есть оно может произойти на уровне разработки документации по планировке территории, в муниципальных программах, в региональных, федеральных программах, которые рекомендуют размещение объектов местного изучения. То есть в том числе и в программах комплексного развития по социально-транспортной и коммунальной инфраструктурам везде эти уточнения имеют место быть. Касательно каркаса уличной разной сети, это те же самые объекты местного изучения, их местоположение также может быть уточнено. Но сам каркас задать, на мой взгляд, мы обязаны, потому что девелопер может быть разным. Насколько часто идет продажа, перепродажа, изменение базовых принципов у разных компаний, лучше, чтобы у города всегда была определенная политика, сложенная в генеральном плане. И соответственно определенная гибкость, где мы можем позволить себе слегка отойти, но основные каркасы мы должны держать. То есть это, ну, крайне лично мое убеждение имеем. Касательно объектов там по промышленности, да, вы говорили, что с наступлением СВО решилось поменять функцию. Не надо, сразу закладывайте зоны смешанные, общественные деловые, в которых вы вписываете параметры по развитию территории, части размещения жилья, общественные деловые функции, промышленные функции и так далее. То есть это будет гибкая зона, в которой в любой момент можно разместить в промышленном пластере, либо его сохранить. У нас же тоже были истории, когда заводы один за другим приходили, нам не интересна промышленность, мы хотим развивать здесь жилье, давайте подумаем в эту сторону. Ну, мы всегда говорим, давайте коллеги не торопиться, во-первых, разные могут быть ситуации, но часть заводов, они действительно, да, ушли. Ну, это не крупные предприятия, но все, кто находятся под русскими корпорациями, у них тоже частично такие мнения были. У нас купил СВО, они закрепили свои позиции, увеличили штат в три раза. И если бы мы вот в тот момент взяли и просто перебрасили в жилую зону, они сегодня приходят, нам нужен новый цех, нам нужны новые коммуникации, нам нужны новые там образовательные центры, мы бы сказали, извините, ребята вот сами тут хотели, живет. Но пытайтесь думать на перспективу, на долгосрочную перспективу, искать более гибкие решения. Генеральный план – это не правило землепользование застройки, то есть он не должен быть разрисован до земельного участка, в любом случае. Тем более, что, да, мы можем руководство с сведениями из ИГРН, и это полезно в части права обладателей, в части границ земельных участков, но это исходные данные, это не то, к чему мы должны приравнивать неправильно. Банк – это более подогненное зонирование. И в зонах как раз необходимо прописывать возможные виды разрешенного использования, которые мы не видим в отношении таких, то есть даже не разрешенного использования. Просто какой-то мостик между ВРИ и функциональным зонированием, назначением, которое надо бы строить. Ну и не должно быть такого обсужда, что в жилой зоне можно разместить сельхозные предприятия. То есть какая-то грань есть, но если у вас смешанная там и общественная дуровая зона, там больше, соответственно, спектра этих возможностей, но с этим тоже главное не переборщить, потому что, в принципе, а что мешало бы взять весь город на три смешанной общественной дуровой зоны и прописать там все удовлетрешенного использования, то вот там вы тогда просто вычеркиваетесь на фото с этим планом, и соответственно это будет зависеть. Да? А в целом все. Если еще какие-то вот такие принципиальные, локальные вопросы есть, задавайте. Ну, вопросы, да, вопросы, конечно, есть. Потому что, когда вот я слушаю ваш подход и пытаюсь его наложить на ту схему, о которой говорила Наталья Павловская, да? С предприятиями оборонки согласен. Там, допустим, есть предприятия оборонки, будут пересмотрены, перепрофилированы в жилую зону. Ну, пусть они в генеральном плане так жилой зоной останутся, потому что генплан уже срок реализации. Ну, ни сегодня, ни завтра. Ну, на 20 лет вперед предусматриваются, а сейчас после не работают какого-то. Вот. Ну, вот с кейсом, например, аэропорта, тут более сложная ситуация. Потому что, если там аэропорт это одно, а если там аэропорта нет, это совсем другая история. На этот объект нельзя, и здесь надо вносить изменения. То есть пусть стратегии не получится. Вот. Ну, наверное, для себя сделал вывод, что на демпланных тюрьмург надо посмотреть повнимательнее, как устроено это все, как устроено стратегическое планирование налогно-экономическое. Ну, потому что интересно, что там написано на срок на 20 лет вперед. И подход, вот тот, который вы предлагаете по такой полифункциональной зоне, которая может изменяться в зависимости от потребностей сегодня-завтра-послезавтра, но это тоже, на мой взгляд, не совсем планировано. То есть если мы планируем, мы говорим, что пусть будет вот это, и к нему на уровне это, это, это. Жилье – это одна инфраструктура, значит, общественная коммуникация – это другая, производство – это совершенно третья. И еще вопрос, значит, у меня возникает, не было ли у вас внесения изменений по заявлениям каких-то конкретных граждан, где есть большие территории, и они кардинальным образом меняют свою организацию. То есть, вот на нашем примере, например, это несколько десятков сельхозназначений, которые заявлены, говорят, у меня там будет же разница. Вот как-то так. Ну, давайте с самого начала. Действия федеральных органов, они, правильно говорить, не всегда предсказуемы, но как раз в целях этого есть достаточно гибкие механизмы по внесению изменений в Генеральный план, которые не требуют дополнительных там проведения общественных обсуждений и прочих информаций. То есть это просто вы должны учитывать федеральную инициативу, точно так же, как если помониторить и в целях именно нормирования на города Стрихина. Есть же региональные нормативы, есть местные нормативы, где федеральные нормативы, их не было, и это не будет. Потому что федерация живет несколько по другому укладу и, соответственно, просто приходит до нашего уровня свои решения, мы обязаны их учитывать. Как бы нравились идеи или не нравились идеи, но тем не менее они подлежат просто обязательному учебу. Это больше исключение, нежели чем правило. Не всегда оно бьется с тем представлением о перспективах долгосрочного развития территории, которые город закладывал на себя. Без знания вот этих финансов, планетов, которые на федеральном уровне решаются. Но, к счастью, именно многофункциональной зоны мы ее выделяли принципиально, как раз когда предприятия планировали перейти с промышленной до нашего уровня. То есть в других случаях мы с этой зоной даже не везде не видели. Ну и есть определенная зона в центре, в центральной части, которые уже сложились, как многофункциональной, там мы ее тоже устанавливали, ну, больше как, скажем так, сложившуюся ситуацию, да, нежели как перспектива. Перспектив по уплотнению, по развитию, по новой функции в центральной части города у нас уже практически не осталась. Он с промкой, вот была такая история. И она позволяла нам одновременно и размести все объекты местного значения, и при этом оставить ее в текущей промышленной функции до того момента, пока эта функция, естественно, в основном, где у нас такая зона использовалась. Это не то, что мы взяли из-за потери пыли и сгора, потому что это будет полностью не какое-нибудь планирование и будет бесконечный процесс. В плане того, там, может ли быть прямо четкое планирование в 12 лет с выходом на конкретное какое-то число объектов и параметров зон, нет, не может быть. Ну, короче, для этого вся собственность должна быть государственной. То есть для этого не должно быть никаких прав третьих лиц, никаких видных мнений, тогда планирование будет. В любом случае, планирование четкое такое, видимо, то есть, соответственно, исходя из этих условий, мы пытаемся сформулировать требования к нашему генеральному плану и, соответственно, те инструменты по его реализации искать, которые помогут и нам, и правообладачам земельных участков жить в едином правовом поле с пониманием процесса. По тому, что поступали заявки по территориям, соответственно, бывшим сельскохозяйственным положим, конечно, поступали. Но мы всегда в состав постановления, которое инициируется в разработку генерального плана, вшиваем состав материалов по обоснованию, которые должен подготовить заявитель, чтобы вообще зайти в какой-то диалог. Соответственно, если мы видим, что он обсудил по обеспечению ресурсами этой территории с ресурсоспожающими организациями, если он понимает в таком его необходимом виде произведения с органами, которые занимаются развитием будущей дорожной сети на перспективу для того, чтобы эта территория вообще была подключена к территории городской, если он понимает, что действительно там сельскохозяйственная функция не нужна и у него есть все согласования с Минаграбромом, в том числе, то, ну, это хотя бы какой-то определенный диалог. Но, как правило, субъекты, о которых вы говорите, они к такому диалогу просто не готовы. Соответственно, у них нет достаточных тезисов, чтобы обосновать даже возможность какого-то перспективного развития на этих отверенных территориях. Соответственно, с ними диалог даже не сложится. Когда они будут зрелыми субъектами, с которыми возможности они есть, а тогда диалог можно с ним сложить. Но пока его нет. И это действительно очень сложные территории. И в плане рельефа, и в плане особенно там водоснабжения, водоотведения, никто, что на них никогда не рассчитывал, рассчитывая, скорее всего, не будет. Есть более перспективные территории для развития, особенно включенные в тело городской среды, где уже не есть существующая инфраструктура, на которую можно рассчитывать. И первостепенно город занимается с ней. И уже по принципу, если уже все принес, готовые решения, согласованные со всеми, мы будем давать им это рассмотреть. Да, я понял, спасибо. Спасибо. Значит, есть ли вопрос, по его рассказу, по его докладу? Потому что по времени у нас осталось очень мало. Я пять минут еще прошу. Конкретно по этому? По Екатеринбургу? По Екатеринбургу. У меня вопрос про Екатеринбург. Это единственный город, который развивает, ну, пытается, железнодорожное строительство в городе для пассажирских перевозок. Других примеров нет. Причем они отказались от метро и сказали, у нас будет наземное метро электричками. В Ростове-на-Дону пять линий метро в Генплане до сих пор. Расскажите, пожалуйста, чья инициатива, кто как это провел, ну, решение строительства железнодорожных линий в новых районах, и на что надеетесь, откуда деньги? Инициатива изначально от Свердловской железной дороги, и изначально у них и были деньги. Ну, то есть это то решение, от которого был грех отказываться, и идеология заключалась в том, чтобы увязать все... Я имею в виду строительство новых линий. И я тоже имею в виду строительства. Железной дороги. Да, да, все верно. Давайте я просто покажу, о чем идет речь, потому что наверняка не всем участникам дискуссии понятно. То есть есть существующая линия железной дороги, которая проходит таким образом. Соответственно, та идея, которая есть у РЖД, это на эту линию посадить вот такое кольцо, которое будет, соответственно, по отдаленным территориям и взаимовлезать, и будут сформированы транспортные пересадочные узлы на этих территориях, по которым, может, будут добраться через тот же Минополитен. И, соответственно, это все за средства жилья. РЖД и проектирование, которое сейчас ведется по заказу за средства РЖД и строительство изъятия, в том числе, за средства РЖД. То есть они ядоведены к ним из федерального бюджета, и это начальная точка входа в эту подлогу. От Минополитена мы не отказываемся, от трамвайного сообщения мы тоже не отказываемся. То есть это все вещи, которые в педеральном плане заложены и при возможном финансировании будут реализованы. Еще раз, мы закладываем в генеральный план максимум возможностей, а потом уже исходя из 2 миллиона бюджетов принимаем решения, какие из них в первую очередь могут быть реализованы. Если реализуются все – хорошо. Если реализуются хотя бы 50% – тоже неплохо. Но нельзя в генеральном плане откидывать какие-то перспективы. Расскажу очень старую, но тем не менее получительную историю. У нас есть район Верхоседский из Правобережья. Есть центральная часть города, естественно. Здесь раньше, до проведения чемпионата мира, но еще в 18-м году, не было связки в уличной дорожной сети улицы Ленина и улицы Латища. Ходили сотни люди и говорили, давайте мы здесь все это хозяйство застроим, зачем вы держите какой-то мимый коридор, да кому он нужен, никогда в жизни его не будет. За счет включения федеральных инвестиций на строительство стадиона и уличной дорожной сети, прилегающей к нему, получилось расформировать эту связку, благодаря которой у нас сейчас фактически начинает развиваться район. то есть, без связи это было никому не интересно, никто не верил, в перспективное развитие. За последние 2-3 года там активно развивается и общественная деловая функция, и жилая функция, и уличная дорожная сеть, формируются инвестиции, связываются районы между собой уже по вертикали. То есть, есть ряд решений, которые из генерального плана выбрасывать, ни в коем случае нельзя. и метро, и товар, и электричка, как самые высокоэффективные общественные ланства в генеральном плане у нас есть. Очень короткий вопрос. У вас прекрасная схема природно-экологического каркаса была в генеральном плане. Я тоже в их презентациях привожу, я их положительный пример. Скажите, пожалуйста, с этого времени что-то делается в этом плане, или это осталось с рисованной картинкой? На СОПлюс я слышала о презентации комплексного развития, там ничего с каркасом нет. И как вы еще решаете вопрос, там, где вы накрыли зеленкой, функциональное мультинирование, те территории, которые находятся в частной собственности, в федеральной, в региональной, как вы дальше работаете с этими территориями? На самом деле, когда мы накрывали, мы уже очень эффективно все смотрели. То есть это или уже действительно функционирующие парки, скверы, бревары, набережные, либо, соответственно, это территории, которые находятся по государственной или муниципальной собственности. То есть на права третьих лиц мы принципиально не лезли. Мы должны всегда понимать, что у нас есть свой запас земельного банка, на котором мы должны реализовывать те функции, которые город должен предоставить населению. В плане работы с общественными пространствами и с земельными территориями общего пользования работа ведется. Сейчас даже в департаменте архитектуры, вы помните, тогда проговаривали, что у нас есть ряд моментов, там, работа с благоустройством в целом, и мы специально для усиления вот этой функции в составе департамента создали подразделение, которое будет работать с земельными территориями общего пользования. Мне, с одной стороны, искренне жаль, что сотрудник переходит из мастерской, с другой стороны, искренне рад за сотрудника, что он переходит в департамент архитектуры и будет заниматься как раз соединенным территорием общего пользования. Это у нас специалист, которая как раз в том числе занималась этим конкурсом. И это о тех связях, которые необходимо выстраивать в составе разных подразделений администрации. Должны быть не только документы, должны быть люди, которые понимают, как этот документ должен реализовываться и, соответственно, будут всеми усилиями работать на результат. А в целом, мы, естественно, работаем и с присвоением статусов ОПТ для малых вот этих объектов, для парков с первого бульвара. В этом направлении работы, она тоже ведется, но это уже по закрепленным существующим объектам. Плюс ставим на учет новые объекты, которые на неразграничных территориях. В том числе, вот мы тогда на примере Верхо-Сельского района рассматривали, у нас там появилось несколько, да, пускай может быть, маленьких, на первый взгляд, объектов, но, тем не менее, это настоящие парки, которые будут создаваться, которые будут формироваться в обостройство, которое будет и для будущих граждан, и для текущего населения восстановлено. Вы опять говорите сейчас об отдельных, отдельных общественных пространствах. У вас как раз появилась классная схема с геопереходами, с ядрами водно-зеленого каркаса, со связями общественных пространств. А вы сейчас опять вычленяете отдельно. Это вот беда, если мы говорим о каркасе, о связности, да, или отдельное общественное пространство, которое делается по различным программам в конкурсной городской степени. Вот я имею в виду именно вот работу с каркасом, не с отдельными пространствами, а в целом, все-таки взвинулась как-то эта история, или вы во-прежнем работаете с парками, с вериками и так далее, и делаете их... А это же и есть элементы этого каркаса, в том, что с вами работаете по частям. Ну, вы работаете с элементами, да? То есть мы двигаемся в общей статинической, но... Я... Спасибо. Спасибо, Павел. Да, еще один взгляд вот на то, что происходит в планировании. Взгляд понятный. Проблем нет с теми обывательными документами, которые есть, можно работать, и хуже от этого никак не становится. То есть, понятно, надо действительно повнимательнее посмотреть на то, что происходит в Екатеринбурге со стратегическими планированием территориальной программой. Вот. Может быть, получится что-то важное, в принципе, без задачи. Мы сейчас... Мы работу нашей секции... Не знаю, как назвать. Общение в кругу нашей секции заканчиваем, потому что тайминг. Единственное, что... Если можно, еще слово... Вы хотели, да? Общие слова еще после выступления тоже. Потому что... Да. Ну, уже не надо. Ну, тогда все, да. Тогда спасибо всем за общение. Вот. По тему, у кого мы могут остались во время генерального плана. Я думаю, что у нас еще завтрашний, после завтрашнего дня впереди, на полях основных наших событий. Нужно поговорить о том. Спасибо. Спасибо, Петр Валерьевич. Вы слышите... Вы слышали этот звук? Это работает кофемашина. Есть предложение про идти в соседнее помещение и протестировать, что там сделано. Ну, а из-за того, что мы чуть-чуть двинулись по времени, на следующую секцию, вот, с любезного разрешения Александра, мы на десять минут немножко отпустим времени отопили на операцию. Отлично.